обожаю это время когда все цветет самое любимое время года все просыпается свежо так уже тепло но еще не жарко воздух свежий чистый все так красиво и сочно посмотрите какие прелестные цветочки всем привет начинаем с вами новый влог доброе утро доброе солнечное светлое цветущее пахнущее утро замечательное настроение уже всех покормила оставила внизу поднялась наверх взяла влажную уборку раскрыла окна все проветриваю и хочу заняться знаете чем продолжаю сортировать вещи уже сколько дней я их сортируете шкафы они какие-то бездонные вот и нашла сейчас покажу что нашла медицинский халат хочу пошить маски потому что уже заканчиваются и честно говоря вообще не думала что-то подобное снимать потому что в интернете сейчас огромное количество прям сто пятьсот видео как быстро сшить маску без машинки и прочее но так как я этим занимаюсь у нас с вами влог я решила вам показать что я делаю потому что учить вас точно не буду у меня такие девчонки руки мастера сами меня еще научите многому но вот делюсь с вами что делаю короче вот такой вот халат мы нас когда выписали с евы из больницы было очень много халатов я их все на нервиках повыбрасывала вот думаю зачем они мне нужны вообще дома только место занимают а сейчас вот один нашла в шкафу думаю надо использовать по назначению вот такая вот ткань я так думаю что из этого шьют маски вы как считаете ну очень похоже по крайней мере даже вот рукава распорола я уже на самом деле можно было их просто так чик отрезать вот так вот раз два три сложить и вот тебе здесь подшить вот тебе масочка но я чуть больше заморочусь потому что у меня есть машинка у меня есть время я буду делать красиво каждого рукава действительно получится по одной масочки вот прям вообще не напрягаясь смотрите вот так раз 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 вот так вот чик защипить вот тут вот защипить есть у меня вот такие штучки это поясок два рукава две маски это вам на заметку вдруг у вас есть подобные халаты в большом количестве даже в большом не нужно этого халата с головой хватит на несколько на 5 штук так точно и знаете еще что есть у меня пару гинекологических наборов и там есть пеленка из такой же ткани точно сто процентов она более плотная только по моему вот оттуда достану пеленочки и тоже из них сошью по масочке из дома выходить не надо за масками я ногти переделала мне кажется получилось симпатично я люблю такие цвета такой нют всевозможную пастель обожаю на ногтях чуть подрезала их смотрю сейчас неравномерно но как получилось так получилось тоже сама все делаю дома никуда не выхожу но хочется чтобы руки были красивые даже дома на карантине вообще рассказывайте как вы проводите время на карантине мне очень интересно у меня уже крыша едет не спеша увеличивает темпы если быть честной вот но ничего и вот девочки как получилось это маска из одного рукава здесь у меня шесть слоев можно было и потоньше ее сделать четыре слоя у меня получилось шесть слоев я захотелось мне захотелось такую толстую сделать и я ее прострочила можно также вручную единственное что у меня была такая широкая резинка труселей для труселей не автор я не снимала с трусов для труселей такая резинка но обычно я ее прямо напополам разделила и получилась она такая неаккуратная с бахромой ну ничего как экспресс вариант я думаю что это неплохое такое решение пусть будет про запас вот такая вот она получилась у меня еще хотела вам показать такой аппарат для измерения артериального давления поделиться своим впечатлением купили моего около месяца назад может быть даже больше тестировали первое время вообще каждый день все так становились в ряд и давай замеряться это никакая не реклама купила в аптеке вот такая цена его была тогда сейчас не знаю может поднялись повторюсь еще раз это не реклама сейчас фармкомпании вообще не нуждается ни в какой рекламе грибут лопатой хочу сказать по поводу вот этого вот конкретного вега ва 350 в нем есть такая фишка еще не могу понять вот спрашиваю вас может быть вы знаете вообще изначально я сразу убирала автоматический потому что с механическими точно не справлюсь я вообще в этом плане дуб дубом касательно этой манжетки замеряю ей давление она начинает плакать что происходит вообще сразу надела на себя эту манжетку дай-ка я себе измерю вроде бы все в порядке до сих пор было этот насос он начинает качать сильно 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 и на какой-то момент когда он должен остановиться все равно продолжает качать и так больно зажимает прям невозможно терпеть вот действительно я думала я сознание потеряю я подумала сначала что это у евы это из-за того что у нее тоненькая ручка еще но нет на моей руке на сережной руке через раз но такое бывает вот не знаю что это такое посоветуйте вроде бы все как здесь написано надеваем непонятно вообще а первое время конечно замеряли постоянно утром и вечером чтобы понять какое у нас давление потому что мы вообще не знаем ни давление когда его не контролировали никогда ни на что не жаловались вроде бы все себя хорошо чувствовали приобрели аппарат и сразу стали себя плохо чувствовать в какой-то момент поняли что эта штука должна быть в доме так что даже не знаю поделитесь что мы делаем не так может это не аппарат а я грешу на аппарат а мы сами что-то неправильно делаем вот такая вот штучка сейчас я вставлю батарейки вообще он очень легкий в использовании просто нажимаешь кнопку ну естественно сейчас он не будет работать манжетку надеваешь кнопку нажимаешь и все он сам качает сам показывает и вот эти вот по шкале можно понять здесь еще и инструкция сама задумка идея классная я всегда такую штуку хотела почему-то не покупала не знаю почему и сейчас хочу купить пульсоксиметр вчера смотрела комаровского и он советует его приобрести надо как-то не знаю заказать наверно где-то такой пульсоксиметр еще заговорила про гаджеты для здоровья вот то что нравится вот такой вот компрессорный ингалятор вот он копеечный я не знаю сколько он стоит но на тот момент по моему в аптеке он стоил дешевле всего нам его посоветовали фармацевт его посоветовал в аптеке говорит берите не пожалеете я не знаю чем он отличается от других но этот конкретный нам разрешили взять даже в больницу когда мы лежали с евой там было всего два таких ингалятора я не хотела каждый раз знаете ходить просить я просто просила можно свой она гряда конечно можно пульмикорд да ева дышала пульмикордом через этот ингалятор сказали нормальный ингалятор вообще гудит шумит также как их профессиональный ингалятор ну наверное мощности здесь поменьше но по крайней мере он нас выручал и для домашнего использования думаю он неплохой единственное что без назначения врача не заниматься самолечением и я лечилась ими сережей детей лечили классная штука мне он понравился вообще никаких нареканий нет вот так он называется ингалятор компрессорный модель эффект макс гамма здесь в комплекте две маски вот такая вот для взрослого человека для ребенка сама емкость куда заливается жидкость по трубке включается просто одна кнопка даже не знаю любой разберется просто включается и все идет себе дым или пар не знаю как это назвать дым скорее всего еще есть фильтры и насадка в рот которой что-то я ее не вижу где она вообще это насадка такая узенькая насадка вот она и вот такая вот еще насадочка раз рукоделие в разгаре дошли руки у меня наконец уже до этой юбки месяца два я никак не могла до нее добраться вот одни плюсы в карантине не плюс разгребаю шкаф наконец и единственное что мне в ней не нравилось это то что она вот с этими жуткими пайетками это юбкой стопроцентного шелка длины миди обалденная качество шелка вообще и не знаю как вам передать но он шикарен очень крутой шелку пиши супер я вот начала убирать и пайетки срезать и вот скольчика за час срезала поездку я теперь уже думаю может это не очень была хорошая идея все-таки снимать эти пайетки может не такие уж они и плохие надо было их оставить ну блин ну не знают мне кажется они портят скажите юбка шелковая нереально круто эти пайетки дешевят мне кажется напишите ваше мнение но я уже начала и ваше мнение ничего не решит к сожалению я уже начала это делать надо доделать до конца наконец такой вот подъюбник это у нас марксен спенсер тренденден что это такое вот стопроцентный шелка подкладка полиэстр но шелк очень крутой очень мне нравится резинка еще крутая мне нравится ну и конечно сочетание цвета коралловый с ванильным очень красивое такое нежное сочетание одно я знаю точно когда закончится карантин меня будет не узнать панда хочешь гулять пандули идет гулять грязнули обвалялась здесь во дворе всю пыль собрала но идем смотрите идем ваше пыль собрала Продолжение следует... Продолжение следует...